Урок номер пять. Как прикрепить собственный домен к сайту, созданному в конструкторе сайтов ЮКОС. О том, как приобрести собственный домен, рассказываем о другом моем уроке предыдущем, ссылку на него я дам под этим видео. Вот тестовый сайт, который я использую для иллюстрации необходимых действий, в данный момент будем разбираться, как прикреплять домен второго уровня к этому сайту. Сейчас сайт открывается вот по этому доменному имени, системному, которое было ему присвоено при регистрации сайта. Это домен третьего уровня. Домен второго уровня я уже приобрел, как я говорил. Это домен вот такой вот. То есть, тут уже третий уровень отсутствует. Вот такой у нас будет адрес сайта после прикрепления нового домена. Для того, чтобы прикрепить собственный домен к сайту, необходимо зайти в панель управления сайта. В панель управления сайта необходимо кликнуть на меню настройки, затем выбрать управление доменами и нажать на кнопку «Прикрепить существующий домен». Нажимаем кнопку «Прикрепить». Те же самые два варианта, более подробно написано. Как прикрепить существующий домен на имя без переноса на сервера Yucos, вы можете узнать на моем текстовом уроке, ссылку на который я дам тоже в описании к видео. А наиболее простой способ прикрепления нового домена второго уровня к вашему сайту наивку, это просто перенести существующий домен на домене с Сайдра Yucos. Вот в это поле вставляем адрес нашего домена. Жмем кнопку «Прикрепить». И здесь мы видим информацию, что домен припаркован, но еще не прикрепен. После того, как вы нажали кнопку «Прикрепить» в панель управления сайтом, необходимо проделать еще несколько манипуляций, но уже на стороне вашего регистратора домена. Я регистрировал домен на сайте RedRub, поэтому я покажу вам, какие настройки необходимо внести, для того, чтобы ваш домен прикрепился к сайту. Для этого необходимо зайти в ваш личный кабинет. на сайте регистратора вашего домена. Нажимаем «Мои домены и услуги». У меня есть два домена. В данный момент там вот этот вот домен не попадет. Система пишет, что нужно добавить ресурсные записи и указать DNS сервера. Эту информацию предоставляет конструктор сайта ЮКОС или другой конструктор, в котором создан ваш сайт. Нажимаем кнопку «Настроить». Видим несколько вариантов включения домена. Так как я выбрал прикрепление домена к серверам ЮКОСа, то я выбираю к другому постингу или сервису. ЮКОС – это как раз и есть постинг сайта. Включение домена к постингу или сервису. Указать DNS сервера. Перевзять. Заходим в панель управления. И вот на нашей странице ожидания. Сейчас какое-то время появляются адреса DNS сервера. Вот они. Это DNS адреса, по которым домен постится сейчас. Нам необходимо изменить эти адреса вот на эти. ЮКОС. Копируем первый DNS сервер. Вставляем его в соответствующее поле. Также поступаем со вторым DNS сервером. Чтобы вставить третий DNS сервер, нажимаем вот эту вот кнопочку. И копируем третий DNS сервер. Система сообщает нам, что обновление DNS сервера можно иметь до 24 часов. Нажимаем кнопку «Подключить домен». Соглашаемся и нажимаем кнопку «Да». Прошло около двух часов, и я решил выдвинуть панель управления сайта. И оказалось, что домен уже настроен правильно. Нужно только завершить сайту прикрепления. Для этого нажимаем кнопку «Прикрепить». И видим сообщение, что домен успешно прикреплен. И тут же выскочила орковка, что к этому домену желательно буду установить SSL сертификат. Чтобы сайт открывался по защищенному протоколу. Я такой сертификат установил себя в панели управления сайтом на Вилпаде. Для своего основного сайта делаем сайт. Тут дело ваше. Вы можете устанавливать SSL сертификат. И тогда доверие поисковых систем к вашему сайту будет больше. Можете устанавливать, сайт будет также открываться. Как обычно, только не по защищенному соединению. Система сообщает нам, что домен успешно прикреплен. И сайт начнет работать по новому адресу в течение 15 минут. Я немного подождал и зашел на главную страницу своего сайта. Тестываю. Угновил ее. И да, видим, что теперь у нашего сайта поминался адрес. На тот, который мы прикрепили. Тестим сайт в сайт. Домен второго уровня к сайту будет прикреплен. Единственное, что так как мы не подключили SSL сертификат. Сайт у нас будет открываться по незащищенному соединению. Но это дело ваше. Решайте сами. Стоит ли вам платить дополнительные деньги. Для того, чтобы ваш сайт открывался по защищенному соединению. Работать сайт будет одинаково и по защищенному соединению, и не по защищенному. Но доверие поисковых систем декларируется больше для сайтов, которые работают по протоколу SSL. И они ранжируются выше поисковой выдачи. На ваше усмотрение. ... ... ... ... Продолжение следует...